Очень часто говорят, что вы зарабатываете только с пакетов. Но это далеко не так, то есть товарооборот в кэшбэк платформе растет и растет доход, я вам приведу простой пример. За апрель месяц товарооборот на кэшбэк платформе был порядка 60 миллионов рублей. Понятно, что все люди, кто поучаствовал в этом товарообороте получили с этого процент. Уже в мае товарооборот кэшбэк платформы был 97 миллионов рублей. То есть мы практически подошли к планке 100 миллионов. Соответственно, любой предприниматель, вот спросите, любой предприниматель вам за удвоение товарооборота заплатит бешеные деньги и мечтает об этом. Мы это делаем, это у нас естественный прирост. Понятно, что сейчас пока клиентская сеть еще не очень большая, соответственно и доход не очень большой. Я вот уже приводил пример с сотовой связью, вернусь к нему. Представьте, когда появились сотовые первые телефоны, еще не было ни вышек, ни зоны покрытия, стоимость минуты была дорогая. Почему? Потому что было мало клиентов, но были очень большие инвестиции, нужно было делать, чтобы поставить хотя бы одну вышку и чтобы эта вся система заработала. С ростом количества клиентов, соответственно, прибыль сотовых операторов сейчас очень большая. Но если бы они тогда не инвестировали в вышки, если бы они тогда не покупали оборудование, если бы они тогда не закупали телефоны, сейчас бы этого ничего не было. И нужно всегда понимать, что когда идет рост рынка, ты сперва инвестируешь, то есть получаешь право, а потом пользуешься этим правом. Или возьмите Макдональдс. На сегодняшний день франшиза Макдональдса стоит около миллиона долларов. Но когда эта система запускалась, франшизы не стоили столько. Они стоили несколько десятков или, может быть, сотен долларов на старте. И мог человек купить то, что он сейчас приобретает за миллион. Знал ли он, что это будет стоить миллион? Скорее всего, нет. Мог ли предполагать? Ну, возможно, да. Точно так же и сейчас. Вы, человек, покупающий лицензию, в начале доходы, когда он строит партнерскую сеть, конечно, получает быстрее и больше от лицензии. Это как если бы вы продавали право устанавливать вышки или перепродавали вышки. Понятно, что они стоят больших денег, чем смс, и приносят доход быстрее. Но сейчас сотовые операторы только на смс, которые копеечные, зарабатывают несколько миллиардов долларов в год. Вы хотели бы с этого процент иметь? Скорее всего, да. Но навряд ли кто-то захотел бы вкладывать миллионы долларов в вышки. Вот. Здесь у нас не нужно вкладывать миллионы долларов. Лицензия у нас очень доступна и доступна любому человеку. И, соответственно, любой человек может купить самую выгодную лицензию и получать возможность строить неограниченный большой бизнес. Редактор субтитров М.Лосева Продолжение следует...